что куда торопиться то доклад короткий быстро закончим ладно давайте сначала поймем кто вообще пытался читать эту статью ну я слышал оброр пытался, кто-нибудь еще оставил, Жобер пытался да 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 ну не очень понимал но я почти не велел читать а больше никто не пытался да ну я ну да уже растет аудитория кто читает уже две да да растет ну я тоже читал я здесь назад я тоже подниму руку слушай а вот ридер в смысле какого глагола он не существует он же неправильный будем надеяться что это единственная ошибка в этой презентации я даже не проверяла как я хотела это убрать понятно отлично будем знать да я вообще не думал писать свое имя я зачем-то это вписала ну и так все знаем да ну ладно давай все рассказывай что там произошло так энный раз мы вспомним что такое алгебра пауссона это векторное пространство с двумя билинейными операциями точка и скобка такими что а с точкой это коммутативная ассоциативная алгебра а со скобкой это алгебра линии такая что для скобки еще и выполняется проилла лейбинца основной пример который автор с которого автор вообще начинает статью с которого все пошло это алгебра многочленов с скобкой пауссона работающий на двух переменных x y как единичка далее в конце где-то он говорит что это симпатическая алгебра и про нее говорит но вот основная его идея была в том чтобы доказать некоторое тождество в частности вот такое тождество где f g h и k это все многочлены из алгебры r x y что вот для любых таких f g h и k будет выполняться вот такое тождество собственно мы что x y равна единице это получается из этого умножения которое вместо f поставим да да оно легко высчитывается да а первое с лагами это будет единица а второе ноль да так и есть но я так понимаю что он сначала определяет вот эту вот x y равна единице а уже потом говорит что ну в целом мы можем в явном виде задать действие этой скобки вот так оно будет действовать и действительно оно вот тогда этому правилу x y равна единице удовлетворяет вот ну и собственно я понял только это удовлетворяет x y равна единице или можно только это а в этом отношении в котором x y равна единице будет можно ли построить другим образом но нам же надо чтобы еще и правило ливнице удовлетворяло я не уверена что можно другим образом но только может какие то нет наверное если буду сводиться к этому ну тут смотри если у тебя есть порождающие да и если ты скобку знаешь на порождающих ты можешь эту скобку понять как устроено на любой паре элементов через правило ливнице просто понижаешь элементы которые внутри скобки и получаешь что раз на порождающих определено то практически однозначно то есть действовать будет так же может просто не будет называться дифференциалом но действовать будет абсолютно так же да окей ну это пока все только введение мы здесь естественно ничего не доказываем просто говорим к чему мы идем давайте теперь ряд определений что такое свободная алгебра пока просто свободная алгебра потом следующим будет свободная алгебра полосона разница небольшая но пусть будет пусть k это поле чисел я не знаю поле скаляров характеристики ноль и пусть x это будет некоторый набор букв алфавит как он здесь его называет то есть набор переменных они между собой никак не связаны структур на нем никакой нет это просто набор переменных если икс это такой набор и и это некоторый морфизм из множества из подмножеств икс в алгебру ли и л от икс то алгебра ли называется свободной если и является если и является универсальным морфизмом что это означает что если существует какой-то морфизм из икс в б то есть единственная морфизм из л от икс в б джи такое что выполняется следующее равенство то есть и связывает их где б это любая алгебра ли а как строится л икс а ну не ну смотри изначально как бы посыл какой говорим про свободную алгебру а сразу говоришь про свободную алгебру ли и простой человек может подумать что других свободных алгебр не существует на самом деле если у тебя есть семейство полиномиальных тождеств например это тождество алгебры ли то можно говорить о свободной алгебре в этом многообразии заданном семейством полиномиальных тождеств это семейство может быть тождество от алгебры левница может быть тождество от алгебры йордановых от альтернативных алгебр да то есть можно говорить о свободной йордановой свободной альтернативной свободной алгебры левница свободной алгебре ли вот это понятно да то есть мы навешиваем просто на этот набор переменных структуру алгебры ли, то есть ее соотношение, ее тождество. То есть один момент это сказать, что L от X это свободная алгебра ли, которая определяется так же. А другой момент это указать путь, как строится эта свободная алгебра ли. То есть что значит она строится? То есть ты четко указываешь базис этой свободной алгебры ли. То есть на самом деле для свободных алгебры ли есть минимум два подхода, как построить ее базис. И один подход это от Шершова, а другой подход был реализован в статье Чибрикова. Это еще ныне живущий классик. Чуть старше Аброра. Но он бросил математику. Просто там он, скажем так, не его идея, он просто уточнил предыдущие идеи и правильно записал. Не в каждой свободной алгебре можно построить базис. То есть, например, в Йордановых свободных алгебрах по-моему, даже для трех порождающих базис неизвестен. В альтернативной свободной алгебре для трех порождающих базис известен, для четырех нет. Вот. Ну, в свободных алгебрах Лебница, там для любого количества порождающих базис известен довольно простой. Вот. И, скажем, в чем был конкретно твой вопрос? Нет, вот, имею множество икс, и там, л-экс, как строится с помощью этой множества икс? Ну, фактически ты берешь все возможные неассоциативные слова на порождающих хэпс, все возможные их линейные комбинации, на этом векторном пространстве ты рассматриваешь идеал, порожденный тождествами алгебры Ли и повторизуешь по этому идеалу. Вот так строится. Заново. Ну, и так, ты берешь порождающие, вот их, да, и на этих порождающих ты строишь абсолютно свободную неассоциативную алгебру. Она строится путем, вот, на порождающих ты можешь написать любое неассоциативное слово через комбинации этих порождающих, да, с производной расстановкой словок, да. И вот всевозможные линейные комбинации таких неассоциативных слов они будут давать элементы свободной неассоциативной алгебры. Абсолютно свободной. Да? Хорошо. Теперь ты берешь идеал, который порождается тождествами алгебры Ли. Ага. То есть, антикоммутативность и якобы. Да. Да, антикоммутативность и якобы, да. Факторизуя. Да. Понятно. Вот. Это будет конструкция вот свободной алгебры Ли. Потом известны пути, как выписать ну, какой-то алгоритм, который дает тебе базис. Базис, как векторного пространства. Это вот свободная алгебра Ли от Н порождающих. Ну, просто... Если берем два порождающих, тогда конкретный вид как будет Ли от Икса? Там так просто не написать. Ну, то есть, во-первых, там расстановка скобов будет можно взять лево нормированное или право нормированное. То есть, будет типа там Икс, Y умножить справа на Z, умножить справа на Z. И при этом там еще вот если ты берешь слово типа XYZ, то из них выбирают как бы правильные слова, так называемые. Там вводится порядок на словах и получается вот слово XYZ оно является правильным, если по-моему Y меньше Z. Ну, это просто надо что-то читать. Порядоченный должен быть X. Ну, там да, на X вводится порядок и потом на всех маномах, которые построены на X, тоже вводится порядок. Ну, там в принципе, если у тебя степень меньше, то уже слово считается меньше. меньше, да? Ну, какой-то примерно лексикографический наверное. Сравнить элементы с одной степенью. Ну, вот да, типа лексикографический это известно, что это лексикографический порядок? Ну, мне нет. Ну, вот я боюсь, что для остальных не сильно известно. Может, просто слово не часто встречается. Ну, самый-самый стандартный пол. Нет. Ну, тут видишь, просто у них, скажем так, нет опыта работы с комбинаторной алгеброй, вот с этими свободными структурами, поэтому все такое для них новинка. Я тоже далеко нет. Ну, в общем, да, я... То есть, тут просто немного не хватает базы, и, в принципе, я могу сказать, что конкретно читать, и если... Ну, то есть, когда нет базы, тут трудно с трех слов понять объяснение. Я могу сказать, что конкретно читать, чтобы нарастить эту базу. Вот. Понятно? Угу. Ну, я скину в группу пару статей, и их можно будет для интересующихся изучить. То есть, окей, на данный момент что мы понимаем? Если у нас есть... Ну, что такое свободная алгебра в данном многообразии примерно понятно? То есть, образно говоря, следующее. Свободная алгебра вот в данном многообразии, скажем, в алгебрах Ли, от N порождающих. Какая у нее суть? То есть, суть в том, что любая N порожденная алгебра Ли это есть фактор свободной N порожденной алгебры Ли по какому-то идеалу. Вот в этом суть свободной алгебры. Так же? Ну да, чтобы понять маленькие такие простенькие задачки надо рассмотреть, а то так как ты говоришь с трех слов понять трудно. Ну да. Хорошо, продолжим. Раз понятно, что такое свободная алгебра Ли то продолжаем. Угу. Так, ну и поверх этого определения ведем очень похожее определение свободной пуассоновой алгебры. Мы встречаем практически ту же самую схему, то есть опять же на множестве х коммутативная пуассоновая алгебра P от х с множеством отображений G из х в P от х таких что отображений для любого отображения из х в B где B это тоже коммутативная пуассоновая алгебра существует единственное отображение из P от х в B такое что эта диаграмма коммутативна. Ну то есть правило точно такое же. То есть композиция тета и G это I. И он вводит еще один интересный момент что если у нас есть какая-то свободная алгебра ЛИ то есть ровно то что мы говорили на предыдущем слайде а блин х не поменяла на х х такой же как и все остальные х и S от L от х это симметрическая алгебра то для L от х P от х то есть Пуассоновая алгебра свободная может быть определена как симметрическая алгебра от этой алгебры ЛИ. Мне кажется это было интересно оставить то есть если мы понимаем предыдущее определение то мы строим по нему симметрическую алгебру и в результате это будет алгебра Пуассона. А что здесь симметрическая алгебра? Вот хороший вопрос ну определение Иван не рассказывал идея такая группа на алгебру ЛИ. Ну если мы рассматриваем скобку которую вводим с помощью Пуассоновой алгебры на элементах алгебры ЛИ то благодаря правилу Лебница мы по сути можем любой моно многочлен который вот в эту скобку попадает мы можем его разбить на отдельные компоненты составляющие отделять от него элементы и делать внутренность вот этой скобки все меньше меньше и меньше пока она не станет состоять из двух простейших элементов вот этого алфавита Х и симметрической алгеброй называется алгебра в которой скобка от Х и по-моему что скобка от Х и то же самое что у Х или я неправильно говорю скобка от Х и то же самое что от Х и скобка вот этот пример как раз покажи доску которую ты там создала так там мне кажется не совсем то что надо там так грузись создала это примеры которые мне позже понадобятся это явно не то нет давай открой и пиши пишу то есть вот что такое симметрическая алгебра она строится на конкретной алгебре Ли да ну даже не обязательно она будет простой то есть берем алгебру Ли да вот ну Л от Х окей не могу просто Л давай просто Л давай просто Л да вот значит раз это алгебра Ли у нее можно найти какой-то базис да да фиксируем произвольно ее базис я ну а ну мне несложно переписать ну окей он может быть бесконечномерный о или конечномерный это не важно просто фиксируем базис теперь вот этот набор элементов Е рассматриваем как порождающие некое ну в смысле кольцо полиномов вводим новую операцию точка сейчас ну как кольцо полиномов порожденное на этом наборе элементов да это понятно то есть слово с умножением из этого кольца полиномов оно понятно это произведение вот этих Е в каких-то степенях тут умножение точка которое новое умножение да нет ты можешь индекс это те же сами оставить оно же коммутативное кольцо поэтому я хотела показать что не все обязательно туда входят я поэтому какой-то набор взяла ну ладно ну хорошо ладно уплухая степень если нарисовала то степень может быть нулевой а ну кстати то есть вот это кольцо полиномов теперь нам надо просто определить скобку на этом кольце полиномов скобка вот эта да фигурная то есть для двух манов определяем скобку и причем таким образом чтобы она была ну без степеней наверное удобнее нет ну тут как бы несколько е может быть слева и справа я думаю мы сначала для двух а потом уже общая сейчас напишу ну вот как раз здесь е1 е2 и так далее еката а здесь ежи 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 ката так вот эта скобка удовлетворяет правилу лебниц поэтому можно написать типа равно будет какая-то огромная сумма где элементы будут какого вида потому что у нас либо вот этот выкидывается либо вот этот выкидывается либо вот этот либо вот этот длина вот этого слова обоих одинаково должен быть нет 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 сейчас я поменяю у меня индексов не хватает да lt ну и в данном случае они еще могут повторяться одинаковые индексы могут быть да без разницы да так вот пиши дальше типа что я напишу я могу написать если мы обозначаем l давайте просто ее l назовем что все остальные перемножения а здесь остаются какие-то e i t e g t где i пробегает свой набор g пробегает свой набор а это это все комбинации вот этих вот элементов мы просто дальше такую нотацию еще встретим в статье то есть вот эта фигурная скобка от e и 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 равна умножению в алгебре исходные а это исходные да ну когда у тебя скобка от двух e от е этого ежитого а е это ежитая это у тебя базис алгебре ли то есть ты вот эту скобку приравниваешь квадратные скобки которые есть умножение в алгебре ли на порождающих фуассоновая скобка совпадает с умножением алгебре ли а если у тебя вот такое большое слово точечно перемноженное е тогда умножение алгебре ли оно расширяется до фуассоновой скобки вот в этом суть и оно расширяется через правило лебницы за одно правило лебницы сюда а значит данная алгебра называется симметрическая алгебра что ли да вот ты фиксируешь алгебру ли и по конкретной алгебре ли ты строишь машину симметрической алгебру мелоджения для скобки и стоomorph очевидат да поконкjs кар admin и 3 данный алгебра ви вот тебя начальна свободное april метрическую алгебру свободной алгебрели, то на самом деле ты получишь свободную алгебру Хуассона от этих порождающих. Ну, это, в общем, доказывает. Это, например, доказано в статье у такого Шестакова. В 93-м году была статья. Кстати, по-моему, кто-то ее будет пытаться читать и рассказать, если я правильно помню. Там интересная связь с супералгебрами Йоргановыми. Скажу на будущее. В общем, вот, свободная алгебра Хуассона. Это вот такая штука. Примерно понятно? Ну, и вот, например, есть несколько статей, когда изучаются именно симметрические алгебры для фиксированных алгебрели, не обязательно свободной. И это вот, Ксения знает, называется Оксана. Напомни мне ее. Оксана, видно это очень нет. Я не помню фамилию. Жена Фанюшева. Не помню фамилию. Ну, ты ее помнишь. Ну, в лицо, да. Вот так бывает. Бывает, лицо помнишь, а фамилию не помнишь. Ну вот. То есть, например, можно взять простую алгебру Ли и забасать вот такую симметрическую алгебру Хуассона на простой алгебру Ли. И как-то ее изучать. Ну, собственно, она вот так изучает. Такие статьи. Ну, ладно. Понятно. Да, вот это вопрос. Еще раз поставите. В чем был вот этот вопрос? Вопрос? Если или и Ксс. Да, вот этот. А, это не вопрос. Это то, как еще можно описать свободную алгебру Хуассона. То есть, мы берем Эликс как свободную алгебру Ли и рассматриваем на ней симметрическую алгебру. И тогда вот ее симметрическая алгебра – это алгебра Хуассона. Свободная. Это просто как еще можно этот конструкт себе воспринимать, кроме вот этого вот определения. Ну, тут скорее уже четко дан базис, как можно обнаружить. Да, да. Ну, определение-то оно такое? Ну, вот вверху это определение, а внизу это уже, скажем так, результат. Это не определение свободной алгебры Хуассона. Ну, связь просто. Было доказано, что вот симметрическая алгебра на свободной алгебре Ли будет являться свободной алгеброй Хуассона. Угу. Так, это нам, наверное, не пригодится. Это я для себя делала. Гомоморфизм алгебра Хуассона. Понятно. Вот, ну и теперь... Давай покажи... Ну... Люди же знают, что гомоморфизм алгебра с одной операцией, а тут небольшое отличие, когда мы говорим об алгебре с двумя операциями. Ну, на самом деле полная аналогия, что у тебя гомоморфизм должен быть и по одной, и по второй операции. Да, ну, никто же не спросил, значит, всё понятно. Вот. Никто же не спросил, показал слайд, и рассказал, что вам не надо, это было моё... Да я в том плане, что оно вот здесь было. Надо вот здесь... Да, это понятно, это определение очень понятно. Да, это просто... Можно обработать, да. Так, ладно, в общем, гомоморфизм. Всё, если что, мы сюда вернёмся. И теперь мы... Да, и теперь мы начинаем разбираться в том, что такое пуассоновые полиномы. Да. Ну, пуассоновым полиномом мы просто будем называть элемент этой свободной пуассоновой алгебры. Но мы сейчас их будем прям конструировать, поэтому разберёмся чуть подробнее. Для того, чтобы вообще работать с теми конструкциями, которые он строит, ему нужны ряд определений, с которыми мы должны... Ну, как, договориться. В частности, там бракетир и так далее. Вот первое, более-менее понятное, то, что мы, собственно, собираемся искать. Полином пуассона на f от n переменных называется пуассоновым тождеством. Если для любой пуассоновой алгебры b существует такой... f является ненулевым отображением. И для любых b1, b2 и так далее, bn, f от этих элементов равняется нулю. То есть сам по себе он ненулевой многочлен, но при вычислении он обращается в ноль. Ну, собственно, тождество. Наверное, это довольно логичное определение у меня не вызвало никакого ужаса. Идем дальше? Внутри запись непонятно. Снимите, подскажите, пожалуйста. У нас есть некоторый элемент свободной алгебры пуассона f, то есть, по сути, пуассоновый многочлен. И мы будем называть его пуассоновым тождеством, если он сам ненулевой, но для любого отображения в алгебру b он будет равен нулю. Ну, как пример, он приводил такой конструкт в самом начале. Вот это. То есть, как бы это не ноль, но для любых элементов f, g, h и h оно обращается в ноль. То есть тождество. Если мы перенесем, например, один из элементов в другую сторону, мы получим верное равенство. Вот такие штуки он ищет. Определение верну. Ну, это как аналогия с обычным тождеством. Ну да, да. Да, то есть, вот, например, тождество леменца, во всех алгебрах леменца, оно тождество, да? Тождество, да. И тут точно такая же штука. Тождество. То есть он хочет еще таких тождеств найти. У него будут еще конкретные типы этих тождеств выделяться, и они там довольно-таки громоздкие штуки. Но они вот должны быть равны нулю, то есть соотношение между элементами всегда фиксировано для любых b1, b2 и так далее, для любого отображения. То есть, на самом деле, тут часть большой теории тождеств, это такая тоже наука отдельная, они алгебры рассматривают не как алгебра конкретная в соответствии умножения, они вот рассматривают напор алгебр, который удовлетворяет конкретным тождествам, да? То есть, например, могут быть ассоциативные pi-алгебры. Это и тождество ассоциативности по умолчанию есть, и плюс еще какое-то дополнительное тождество есть. Или там ли в pi-алгебры, а тут вот по основной pi-алгебры. То есть, фактически, тут отличие в том, что в тождестве фигурирует два умножения, скобка и точка. Так, ладно, не хочу экспериментировать. Я запишу параллельно. Так, окей. К этим тождествам мы еще вернемся. Сейчас начинаются определения, которые он постоянно будет использовать дальше. И вот я здесь прям некоторое время просидела. Надо просто принять. Если у нас есть некоторая буква из алфавита х, и она однородная, ну, то есть, одинаковая степень у нее. Понятно, что для буквы это очевидное утверждение. Просто дальше мы эту же фразу будем использовать для многочленов. То мы говорим, что у этой буквы степень у. То есть, у буквы у степень у. Если же у нас есть два однородных многочлена, имеющие степени dU и dV, и если их скобка не равна нулю, то скобка U и V имеет степень dU, dV. И вот здесь прям нужен пример, который, собственно, автор и приводит. Я специально его сделала на доске, чтобы, если что, мы еще примеров сделали. Было легче. Сейчас я определение сфотографирую и на доску перейду. Если мы рассмотрим вот такую вот скобку, то ее степень будет вот такой. Ну, понятно, да? Что мы, если скобку x, y рассматриваем, то степень x, y. Если еще y добавляем, то и x, y квадрат получается. Ну, если мы не заморачиваемся на их порядок. Ну и с этими потом все собирается в x квадрат и y куб. Вот. Это понятно, да? Да. Все, класс. Идем дальше. А вот непонятно, почему скобка стала квадратной? Да, это уже скобка была фигурной. Мне кажется, он говорит про скобку в алгебре Li. Пока что. А. Да. Хорошо. Это он потом ее расширяет. То есть, как бы он говорит, что квадратная скобка, это когда мы говорим про алгебры Li. Да. А если мы говорим про алгебры Плассона, то уже фигурная скобка. Да. И скоро мы для нее тоже соотношение определим. То есть, вот в этих словах, что он сейчас рассматривает, у него нет умножения точек. Есть только вот антикоммутативное умножение скобка. Да. Потому что этот пример, и вот это все он приводит для свободных именно алгебры Li. Пока про плассонскую алгебру здесь не говорит. То есть, тут просто сейчас идет пассаж про алгебры Li. Про плассоновский пока забыли. Ну, не то, что забыли. Он потом расширит же понятие алгебры Li на плассоновскую. До скобки расширит плассоновской. И будет уже на нее это все применять, счастье. Но пока да. Ну, как я поняла. Может, я неправильно поняла. И он вводит определение бракетир. Я не буду это приводить. Типа скобирование. Но я буду бракетир называть. Бракетир длины n. Это следующая конструкция. То есть, это набор скобок, вложенных друг в друга. Примененных таким образом. И мы не будем писать вот эту сложную конструкцию из вложенных скобок. Мы просто вот так сразу запишем. Для любых x1 и так далее, xn. Кстати, в этой скобке x1 и так далее, xn не обязательно различные. То есть, там могут возникать повторяющиеся элементы. Да там типа правонормированные похожи, так? Ой, не знаю. Нет. Я не знаю, наверное. Ну, в общем. Ну, да, да. Это либо правонормированные, либо левонормированные. Кто знает право-лево-гинокольство. Я всегда путаю. Но, кстати, в том, что односторонненормированные. Да, вот с помощью таких бракетиров можно как раз выписать базис свободной алгебрии. Вот именно такого вида будут. Но, опять же, не все возможные бракетиры. Там еще определенная связь между этими. Сами. Так, это я рано. Да, то есть, если мы посмотрим на эту скобку и применим к этому тождество якоби, учтем его здесь, то, по сути говоря, вот есть слово finally, я не знаю, где-то у меня здесь есть. Да, вот-вот-вот-вот. Finally. У меня перевелось как тонко. Я не знаю, есть ли более хорошее название. Я буду говорить тонко. Тонко-однородные многочлены будут натянуты на эту скобку. К слову того, о чем Иван говорил. Давайте определение сначала. Тонко-однородные многочлены – это линейная комбинация слов, таких, что у них у всех одинаковая степень, причем частная степень тоже одинаковая, ну, с учетом всех букв, для всех букв. То есть, если у меня… Что такое частная степень? Я так понимаю, что если у меня есть какой-то маном, в котором есть х квадрат, у в кубе, то есть общая степень у него 5, а частная степень х – это 2. Соответственно, если у меня здесь появится какой-то маном типа x, y в четвертой, то у них уже не будут совпадать частные степени. То есть, это вот именно те степени, которые он определил выше, да, как было в примере? Да, да, вот эти, да. Вот они должны быть у всех одинаковые. Но я долгое время, кстати, пока читала, думала, что все такие должны быть на месте. Но нет, любые. Любые однородные многочлены. То есть, он может быть неполный. Это, конечно, когда одинаковые степени сложно сделать. Но имеется в виду, вот если он у меня не коммутирует x и y между собой, то у меня, например, может быть одночлен x, y, x, y, y, такой. А может быть какая-то другая конструкция x, y, 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 x. Вот я думала, что они все должны быть в этом finally homogenous monomy. А нет, вроде. То есть, просто какие-то наборы из них. Не обязательно все слагаемые такого типа. Не обязательно все перестановки. Ну да. Вот. Так, ну и вот эти вот тонкооднородные многочлены натянуты, собственно, на вот эти скобки. Из-за определения степеней, которые мы дали выше. И за счет этого у нас появляется градуировка на свободной алгебре полосона. вот такого типа, где p от нуля это просто поле скаляров. И p от p это... Как-то подалгиваю? Нет, не правильно сказать. Ну, в общем, p пробегает все ненулевые коммутативные полиномы. p маленькая или p большая? p маленькая. Вот сумма берется по p маленькому. p маленькая пробегает все ненулевые коммутативные полиномы. По степеням, я так понимаю. То есть, вот это все... В смысле пробегает. Ну, по степеням вот этих вот... тонких многочленов. Окей? Ну, сумма не очень понятна. А, почему тензорная пробегает? Ну, потому что... Потому что... Вот в этих некоммутативных многочленах они... Вот в этом n от x они убирают свободный последний член. Свободный член. То есть, они говорят, что вот в этих многочленах он равен нулю. Поэтому мы можем тензорно разбить отдельно вот эту штуку и отдельно все вот эти вот суммы. У меня здесь это не написано, но... В статье это указано. Нет, в смысле... В смысле? Там? Как там? Там сказано, что p пробегает в сень... А мы не на тензорное произведение в статье или в сумму? А, ой, господи, да. Сумма, сумма, сумма. Да, 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 да. Там сумма. Фак. Я не заметила этого. Да, там сумма, конечно. Это не произведение. Я имела в виду на сумму, можно поэтому разбить. Извините. Я даже не заметила, что это произведение. Так, да, там у меня тоже есть пример. Зря вышло. Пример. Вот такая штука. Имеет вот такую степень. Почему такую степень? Почему такую степень? Ну, у нас здесь есть две операции. Да, смотрите, у нас есть две операции. Они отдельными блоками идут, да? То есть, в отличие от предыдущей конструкции, которая вся была в одной общей внешней скобке, здесь у меня три отдельных блока, между которыми стоит, по сути, произведение точка. Это вторая операция. И поэтому, когда они... Между этими скобками стоит точка или что? Да, между этими скобками стоит точка. То есть, у меня получается, что степень первой скобки это x, y, z. Степень второй скобки тоже x, y, z, потому что он их переупорядочивает в своем определении степени. И у этого x, z. И вот когда они друг с другом таким образом перемножаются, именно точкой, их степени, соответственно, складываются. Поэтому у меня получается 2x, y, z и x, z. То есть, да, они не связаны между собой. Я так понимаю, что если бы у нас вот поверх этой штуки стояла бы какая-нибудь вот такая внешняя скобка, соединяющая этих двоих, и еще внешняя скобка, соединяющая этих двоих, то результатом бы было x в квадрате, y в квадрате, z... Ой, x в кубе, y в квадрате, z в кубе. Да, да, да. А он здесь как раз показывает, что так как мы сейчас переходим к пуассоновой алгебрии, у нас две скобки. И вот как они взаимодействуют между собой. Два умножения. Да, два умножения. Вот, такая штука. Так, дальше продолжаем с определениями. У меня определения страницы 15 где-то будут идти. Дальше он вводит понятие мультилинейного полинома. Полином h называется мультилинейным, если для каждого x выполняется возможность, ну, по сути, вынести лямбду, передашь. Вот такое правило. Это нам понадобится чуть дальше. И второе определение. Если p – это коммунитативный многочлен, то он xg-кратный, если выполняется вот эта вот штука. Надо было, конечно, пожирнее, но у меня тут не влезло просто. Вот, вот. То есть дифференцирование нашего многочлена по xg-тому и потом подстановка всех единичек считает нам xg-тократность. Но это не совсем кратность в том смысле, как мы для полиномов себе представляем. То есть я считала парочку примеров. У меня там не связано это с кратностью переменной. Но для многочленов, которых он дальше будет рассматривать, это будет валидно и действительно связано с кратностью. То есть с произвольным многочленом это правда какая-то странная штука. Но дальше это нормально сработает. Давайте попробуем вот эти два слайда вместе, а потом уже обсудим. Потому что вот это определение без дальнейшей конструкции, которую он производит, нет, плохо работает. Непонятно зачем. Дальше он говорит, если вводить вот это определение xg-тократности, то мы можем просто многочлен h представить как сумма h mt, где h mt – это часть многочлена, у которой степень, у которой, ну, степень – это, опять же, это маном в этом многочлене, обладает x-кратностью m. То есть x-кратность 0, x-кратность 1, x-кратность t. Пример, конечно, стоит было бы привести. Тогда его кусок h mt будет иметь следующее правило мультилинейности. То есть у него будет выноситься m за скобку. Но вот это мне прям понятно, потому что x-кратность по m – это означает, что у нас степень x, по сути, в каждом слагаемом будет m, и поэтому логично, что у нас вынесется λ в n из всех этих x. Что будет с остальными переменами непонятно, но здесь он работает все постоянно по одной переменной. Тогда все сходится. Можем тоже, по-моему, пример попробовать рассмотреть. Надо? Нужно, а не надо. Хорошо. Дайте попробуем пример. Так, ну вот-вот возьмем многочлен, скажем, от двух переменных, от x, y. Какой-нибудь. Пусть будет x плюс x в квадрате y плюс xy в квадрате плюс x в кубе плюс x в квадрате y в пятый. Что-нибудь такое, не знаю. С точки зрения вот этой штуки мы его градуируем, то есть раскладываем отдельно по x нулевой. Но у меня вот нет x нулевой. Давайте единичку напишем. Единичка будет x нулевое. x первое. Да, x первое это вот это. Сейчас, секундочку. x второе это у вас. x первое. Вот, а x второе есть. Я тоже долгое время думала, что вот это третья степень. Но нет, он воспринимает это как x мультиплисити. То есть это не по всем переменным, а только по конкретно одной. Поэтому вот она. Потому что здесь x в квадрате. И вот она. Вот эти двое это h второе. Ну как я потом поняла. Сейчас посмотрим. А, а x умерет. x в кубе. Вот у меня h третья. Ой, h первому еще забыла, кстати, один элемент дать. Да, вот четвертого, например, нет уже. Вот эти двое это h первое. Это h нулевое. h нулевое. Вот. Надо бы какой-нибудь... А давайте сделаем, что h третьего не будет. А h четвертый будет. А h четвертый будет. А то у нас все такие подряд идут классные. Вот здесь будет h четвертый. Вот. Во-первых, давайте вот это определение попробуем применить. То есть возьмем h второе, которое сейчас состоит из х квадрата у плюс х квадрата у в пятой. Вот так. Что мы делаем? Мы воспринимаем его, по сути, как наш многочлен p, часть от него берем, и дифференцируем этот h второй по х, по х. И потом подставляем единички внутрь. Единички. Да, везде единички, но у нас их две будет. Собственно, сам дифференциал будет 2ху плюс 2ху в пятой. И если подставить сюда вместо х и у единицы, я надеюсь, там видно, что я пишу, то у меня получится 4, 4. Вот. То есть это не только степень этого монома, сколько еще и сколько их там внутри накопилось, какие они, то есть вот такая собирательная информация по поводу того, сколько там этих х квадратов. Ведь, если посмотреть, х в квадрате и х в квадрате, то есть 4х у меня, 4 штучки. Да. То же самое сработает и с h первым. Если h первое – это х плюс х у в квадрате, то dh первое по dx… Ну, понятно, что сработает, но я просто пропишу. Это будет 1 плюс у в квадрат при подстановке получится 2. У меня как раз 2х тут. 2. То есть вот что эта штука показывает. Это не столько кратность, как кратность многочления, типа разложить на скобки и получить корень. Это вот именно вот эта штука. То есть сколько у меня иксов входит в эту степень по мономам. Вот я так понимаю. И, кстати, для этого хорошо работает… Сейчас. Ну, короче говоря, по степеням первого аргумента. Да, да, да. По степеням первого аргумента. Это типа 4 вот это лямбда или… Что, что, что? Здесь вот 4 – это типа лямбда или что там? 4. Просто 4. А, лямбда. Лямбда. Лямбда – это просто… Если мы число вставим туда, к ксу, то есть если мы вместо х поставим лямбда х, то можно будет вынести лямбда в мт степени, где m – это как раз вот кусочек моей градуировки. То есть, например, из h2, если я в h2 вместо х подставлю лямбда х, то это будет выглядеть как? Это лямбда х в квадрате у плюс лямбда х в квадрате у в пятой. И видно, что я лямбда в квадрате могу вынести. И внутри останется тот же самый h2. Вот, что имеется в виду. Да, понятно. Вот. Ну, что дальше? Ну, говорит, что если… Да, говорит, что если можно вынести одну лямбду для любых лямбда, то дальше в первой степени мы не поднимаемся. То есть нигде он в квадрат не превращается, дальше не поднимаемся. Вот. Вот этот ужас. Давайте дадим следующее определение. Пусть m – это произведение всех букв, которые возникают в h, причем они появляются в m один раз. Вот про один раз было средне-понятно. Иван, тебе как-то эхо. Это мешает как-то. Многочлен пуассона называется мультилинейным. Если и только если ненулевые компоненты имеют суммарную степень вот такую, где если эти степени перемножить, получится общая степень m. Ну, надо опять же вспомнить вот эти два момента, которые мы вводили по поводу произведения степеней и суммы степеней. И, наверное, тоже легче будет на примере понять. Ну, давайте вот в примере, если есть у вас. Готового – нет. Можем попробовать сделать. Ну, давай. Давайте отталкиваться от того, что он должен быть мультилиниер, и это в целом удовлетворяет стандартному представлению о линейности. То есть пусть он по каждому аргументу у нас изначально будет линейным, тогда все на самом деле просто работает. Если у меня есть какой-то многочлен h, который… Ну, пусть будет три каких-то аргумента, и он линейный по каждому. Как мне такую штуку составить? Не очень-то он у меня линейный. Ну, сейчас. Вот пусть вот этого исследуем. Ммм. Ну, тут у тебя многочленов уже по Асоновой. Да, мне еще сюда, видимо, как-то скобки надо, но несложно примерить. Ну, это и цифрик, да. Так, значит… Вот такой, например, да? Ну, вот и средние два удалим. Да. Да, этот больше похож. Ну, и видно, что общая степень, если мы их просто перемножим, у каждого слагаемого, это x, y, z. И степень x, степень y, степень z, везде будет единичка. А если я y в квадрат везде поставлю, например, где-нибудь? У него же тоже будет одинаковая степень и по сумме, и по произведению. Ну, там не будет одинаковая степень и по сумме здесь четыре, а по умножению здесь только еще. А, точно, точно, да, да, да. И как умножать, если умираете, я с этой умирать. То есть у него сумма степеней всегда должна быть одинаковая. И произведение одно и то же у всех слагаемых. А, так сумма не должна быть равна произведению, так что ничего страшного. Не должна, да? Ну, тут не сказано, да. Тут не сказано. Это не очень понятно, примерно. Я понимаю. Одно предложение, по-моему, отсутствует здесь. Предложение отсутствует? Да. Сейчас. У меня нет слова fine. Вот оно че. Все понятно. А мы определяли fine. Это те, которые из однородных степеней. Вот. Fine. Homogeneous. Если у него все частные степени одинаковые с учетом, ну, с уважением букв. То есть, что у него все одночлены имеют одинаковый набор степеней по буквам. Ну, здесь это выполняется. Ну, и это утверждение выполняется. И он будет мультилинеар. У него будет из x выносится лямбда, из y выносится лямбда квадрат, из z выносится лямбда. Лямбда. Да. То, что у меня здесь это... Куда оно делось? Если смотреть статью, он же там пишет, что мы берем h такой, что каждая буквка только один раз появляется. Поэтому y квадрат не может быть. Где? А, ну про то, что h равняется h1? Про вот это? Нет. Предложение до этого. Про Вандермонте. Так он же не говорит, что в ваш он появляется один раз. Он говорит, что он в m появляется один раз. Вот. Let m be a product of the letters. Ну а m что? Оно говорит об каждом слове в этом полиноме. То есть в слове только один раз появляется буквка. Окей, тогда я просто не поняла эту фразу. Ну тогда никаких квадратов нет. И тогда определение получается несложное. Если все не старше первой степени, то понятно, что вот это условие дает нам, что все маномы, которые там будут появляться, содержат одинаковые буквы в одинаковых степенях. Ну и это соотносится с мультилинейностью. И это соотносится с мультилинейностью, да. По каждому аргументу, да, да, да. Ну, хорошо. Окей. Я, значит, это просто упустила. Если бы мне сразу это было понятно, то и боли бы такой тут не было. Хорошо, что мы разобрались. То есть h у нас, получается, содержит каждую переменную не старше, чем в первой степени. И тогда эта сумма и это произведение понятно, как работают. Суммы это вот эти. Три получается произведения, один получается. Ну и дальше он обобщает эту мысль. То есть он говорит, что если мы хотим определить пространство полосоновых многочленов, которые мультилинейны по n-переменным, то это пространство будет натянуто на следующую конструкцию. где вот это, это, я так понимаю, бракетир. И это тоже, и это тоже. Но он говорит, что в каждой внутренней конструкции каждая буква полоявляется только раз. И синглитон, что на самом деле, оказывается, есть такое слово, и это множество с единственным элементом, значит просто x-житое. В каждом вот этом вот множестве элементов он выбирает кого-то одного, и каждая буква появляется ровно один раз. И вот на такие конструкции натянуто множество мультилинейных полиномов. Ну и лемма, которой все это было, что если у нас есть свободный алгебра Li, то можно определить базис на множестве мультилинейных полиномов Li следующим образом. Вот такая конструкция, где σ – это все перестановки от 2 до n этих элементов. То есть единичку мы не трогаем, остается всегда на месте. Опять можно заметить, что он использует скобку Li, а не полосоновую скобку. Ну, логично, потому что с алгебрией работает. Вот, за счет этой леммы он усиляет свое подтверждение, что пространство полиномов Poisson, которые будут мультилинейны по n элементам, имеет базис, который получается из следующей формы. Это, по сути говоря, та же самая форма, что здесь, но у нас более сильное условие, что номер, который мы используем здесь, меньше, чем все следующие номера. То есть, по сути, он вводит порядок внутри этой скобки. Номер, который мы используем здесь, меньше, чем все следующие номера, и номер, который здесь, меньше, чем все следующие номера. Вот, ну и эти A1, B1 и так далее, Z1 он тоже упорядочивает между собой. Ну, почти все понятно, но почему там в последнем строгий равенство, а вот это не очень понятно. Почему, где, вот здесь? Мне кажется, один может быть равенство, да, один может быть равенство в один, мне кажется. Так у нас же каждая появляется ровно один раз. Не могут быть они равны, не все должны быть разные. А, поэтому, да? Ну, я думаю, да. То есть, во всем этом утверждении каждая буква появляется ровно один раз. Ну, в общем, да, вот такие вот громоздкие большие конструкции, но понятно, что они вроде пробегают по всем допустимым маномам, а на них уже можно натянуть пространство многочленов. Так, дальше, глубже в комбинаторику, дальше нам понадобится, чтобы все-таки добраться до тождеств, определить вот такую штуку. Ну, по-моему, это одна из последних штук, которую нужно определить, дальше уже будут какие-то использования этого. Значит, берем набор просто чисел, 1, 2, 3 и так далее, 2n, четного количества, и разбиваем его на два элементные блоки. Будем говорить, что s состоит из вот таких вот конструктов, собственно, двух элементных блоков, где первый элемент всегда меньше, чем второй элемент. Вот, просто разбили на такие подгрупки подвое. Ему, ну, хотелось бы на s задать какой-то знак перестановки. И хотелось бы ассоциировать его со знаком... Ну, вообще, хотелось бы ассоциировать перестановку внутри элементов ажитых, бжитых, вот этого вот всего огромного набора, который мы получаем вот здесь, с перестановками элементов 1, 2 и так далее, 2n. Но этого сделать не получится, потому что если мы записываем вот таким образом, мы как бы используем порядок вот этих вот групп, как они в s упорядочены между собой. А нам бы этого не хотелось. Но, несмотря на то, что перестановки этого и перестановки этого не совпадают, так как у нас группы подвое, у нас совпадают у них знаки перестановок. То есть если я рассмотрю какую-то перестановку этих элементов и рассмотрю какую-то перестановку вот этих элементов между собой, знак перестановки будет одинаковым. Ну, то есть четное-четное, нечетное, нечетное. Я могу провести пример, но это не очень приятно. Основная идея в том, что они вот упорядочены. Почему это так? Потому что ожитое всегда меньше пожитого, то есть внутри пары они упорядочены. И переставляются они тоже парами. То есть если есть какая-то транспозиция между элементами от начального объекта до вот этого, то она как бы минус единица во второй парой происходит. Поэтому различия между ними степени перестановки не будет. Будет только сами перестановки различаться за счет вот упорядоченного вот этого листа, вот этого набора SN. Поэтому... О, здесь order of S1, S2 и так далее, SN не очень понятно. Он говорит, что если я попытаюсь вот эту перестановку и вот эту отождествить, то есть связать их между собой, то мне будет мешать порядок между вот этими элементами, S1, S2 и так далее, SN. Вот из-за того, что они упорядочены, у меня вот в этот порядок будет добавляться вот эта сложность. Ну, то есть я беру вот эту перестановку, сопоставляю ей какие-то... разбиваю ее на пары по две, правильно? И сопоставляю каждой паре S1, S2 и так далее, SN. Дальше я вот на этих множество элементах делаю перестановку элементов между собой. Тогда здесь, вот в этом наборе, они тоже переставляются между собой. Но перестановки будут разные. Правильно же? Если их просто последовательно все записать, перестановка будет разная. Но знак у перестановок будет одинаковый за счет того, что они переставляются парами, и в каждой паре они упорядочены между собой. Пример лучше, да? Сейчас. Окей. Ну, если есть пример, давай пример, что ты... Не, готового у меня нет, я себе писала только. Давайте пишем, например, n равно 3, там 6 букв, а 1 до 6, да? Да, сейчас, сейчас напишем. Просто пример не докажет, но, может быть, поможет. Не поможет, может быть, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделаем какое-нибудь разбиение. Ну, вот у меня красивого готового нет. Да, давайте какое-нибудь. 1, 4. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. Так. 2, 5. Ага. 3, 6. 3, 6. Хорошо. Вот у нас есть разбиение. Вот. Хорошо. Теперь мы связываем... Теперь мы к первому набору предлагаем какую-то перестановку. Скажем, 2... А, да, это же, наверное, не так удобно писать. Сейчас. Вот так, наверное, удобно писать. Потом понимать, что куда перешло. Перестановку какую-нибудь делаем. 2, 3, 6, 5, 4, 1. Допустим. Я не знаю. Я наобум сделала. Тогда эти штуки тоже будут переставляться. Каким образом? Вот это не очень понятно. Вот. Ну, то есть единицы переходят в двойку. Правильно? Да. Поэтому здесь у нас тоже единицы переходят в двойку. Единицы переходят в двойку. На месте двойки теперь единичка. Да, и все остальные так же. Двойка переходит в тройку. Значит, здесь у нас Т2. Тройка переходит в шестерку. Значит, вместо шесть у нас три. Четверка переходит в пятерку. Значит, вместо пять у нас четыре. Пять переходит в четыре. То есть вместо четыре... Ой, да. Нет. Я напутала, да? Ну, неважно. Они все равно транспланируются между собой. Шесть переходит в один. Шесть на месте один. Шесть. Вот. Вроде все правильно. Вот. А здесь же не получается? Шесть пять получились же у вас. Да. То есть вот, а житель должно быть меньше, чем брожитель? А у вас больше? Да, да, да. Я не говорю, что вот такой мой переход сохранит эту перестановку. Я говорю, что... Сейчас. Я еще не доделала. Я просто пока их местами поменяла. Теперь мне действительно из этого надо сделать S. Поэтому мне надо их переупорядочить. Так. Сейчас. Ну, я так понимала, что вот эта штука имеет такой же порядок, как вот эта. Ну, нет. Наверное, все-таки вот эта. Давайте посчитаем. Заодно выясним. Нет. Для каждой это не то. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пять, девять, девять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать. Ну, плюс, в общем. Четырнадцать у меня получилось. Так. От этого. От этого. И здесь плюс получился. Хоть ничего не доказывает, но они совпали. Ну, я так себе понимаю этот конструкт. Вот первый пилец. Второй как? Почему пилец? Вот этот или вот этот? Почему плюс? Да, второй пилец. Откуда? Вот этот. Ну, я беру просто пять, шесть, один, четыре, два, три. Можно их последовательно просто приписывать друг к другу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, типа инверсию считаем, что ли? Ну, ну, как еще? Я только так умею перестановки считать. Просто все инверсии. Да, 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 что-то не очень. Это как-то искусственно сделано. Так он и говорит, что мы... Нет, я понимаю, что перестановка такая, что вот эти пары, они остаются в парах. То есть вот здесь, в данной перестановке, пара один-четыре, она осталась, а пары два-пять и три-шесть, они смешались. Да. Так. Сейчас. То есть вот именно пары эти меняются друг с другом, с другими парами. По какому правилу тогда? Тогда я не понимаю. Из bn-элементов он берет перестановки из n-элементов. А, то есть он переставляет не отдельно вот так вот буковки, а он берет и пачку переставляет. Так? Ну да, я так понимаю. А по какому правилу тогда он это делает? То есть если у меня первый элемент переставился с кем-то из второй группы, а второй элемент с кем-то из третьей группы, мне куда его ставить? Тогда я не понимаю, что происходит. Он в тех перестановок на множестве 2n-элементов берет только упорядоченные, скажем так, перестановки. Только те перестановки, которые именно парами переставляют. А, то есть он связывает не все перестановки этой штуки, а только те, которые удовлетворяют вот этому парированию. Так? Я так понимаю, да. Тогда я по-другому это воспринимала и тогда я не знаю, почему знак совпадает. Тогда надо думать, почему знак совпадает. Если он пару как элемент рассматривает, да, то у тебя получается просто перестановки на множестве из n-элементов. 2n-пар и эти n-пар переставляются друг с другом. И этот знак вот из перестановки n-элементов получается. С1, да, sn, нет других s. Да, ну понятно, почему нет других s. Потому что они на пары разбиваются, причем упорядоченные пары. Ну тогда это доказывать надо, не знай. Не знай, почему он совпадает. Ну, на всех случаях, которых я проверяла таким образом, он совпадал, но, видимо, мне просто повезло. Ну да. Как и нам сейчас. Да, ну хорошо, парами так парами. Тогда вообще непонятно, как у них появляются отрицательные. Ну ладно. Так, ну у меня где-то середина, и если уж все настолько плохо, и я даже вот с этим определением как-то это... Вы как, готовы дальше там потому что? Еще? Ну, давай, давай рассказываю, пока не помрешь. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Окей. Ну, на следующей неделе все все заботятся, хоть что-то помнят. Могу выложить презентацию. Хорошо, окей. Ну, то есть, будем считать, что... Ну, то есть, мы поняли, как эта штука организована, эта перестановка из двух элементов, они упорядочены. Почему у них знак транспозиции, соответственно, это пока мутно, но, может быть, пока примем это на веру, что... И раз знак транспозиции у них совпадает, то мы будем говорить, это Z, что знак S определяется следующим образом. Это единица степени S, то есть, зависит только от развеяния на вот эти вот пары. Так, надо сделать презентацию. Развеяние на вот эти пары. Так, дальше. И вот теперь мы определяем некоторую огромную штуку. Это обычный или привычный поленом пуассона. На буквах X1 и так далее, X2N, то есть у нас их здесь двое больше стало, это поленом следующего вида. C, где это сумма, по S, где S это вот эти самые разбиения по двое, которые мы до этого применяли. AST это просто коэффициент, а XST, скажем, XST, JT, это скобка от X, A, JT и XB, JT, где A, JT меньше, чем B, JT. То есть, опять же, учитывая предыдущее определение. И эта скобка принадлежит свободной алгебре полосона. S по этой сумме пробегает все два элементные множества. И существует такой AST, не равный нулю, то есть не нулевой многочлен. Про этот многочлен мы знаем следующее. Он линейный, мультилинейный и не равен нулю. И по каждой переменной он удовлетворяет следующему выражению, которое очень похоже на правило Лебница для скобки. Ну вот теперь, да, стало понятно, зачем, собственно, вот что там определялось. Верни обратно. S и еще. А что еще? Верни обратно. Вот эти. Да нет, предыдущие. Еще? Нет, вот это, да. Вот эти зачем? Наоборот. Поняла, у нас задержка. Вот эти слайды. Да, вот эти S-ки для кастома я определял. Да, да, я понимаю. Да, и тут, в общем, суть в том, что, короче говоря, у тебя перестановки такие, что вот в парах нечетный элемент всегда меньше, чем четный. То есть вот на этом множестве два элементов есть много перестановок. но он берет именно такие перестановки, что, во-первых, действует, ну, берет это подможество такое, типа упорядоченное, где нечетный элемент меньше четного, да, в парах. И когда перестановка переставляется, то есть результат тоже получается такого же типа. То есть в этом наборе ты можешь разбить на пары и в каждой паре первый элемент меньше второго. Да, можно вот этот пример, то, что вы написали, Ксения. Пример, который... Пример, который вы написали, 1, 2, 3, 4, 5, да? Ага. Вот это разберение сделали, да? 1, 4, 2, 5, 3, 6, да? Так. Пожалуйста, вот это двое остатки, остальные удаляйте, пожалуйста. Вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6 стоит, вот это S стоит, и все. Это достаточно нам. Теперь вот сделаем, построим перемутацию. Пишем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не, ну вот тут из левого в правое можно рассмотреть. Да, вот из этого. А потом вот, вот этот S поставим. Ну, снизу поставь, пожалуйста. Снизу. Где снизу? Э? Вот здесь? Нет, вот. Вот под ним? Да, да. Вот здесь. Один, четыре. Да. Ну, лучше писать надо было. Один, четыре, два, пять, три, шесть. Писать надо было. Вот. Это типа одна, это элемент, да, перемутация, да? Ну, это разбиение наше на два элемента. Нет, нет, это без разбиения. Пишите, пожалуйста. Ага, это без разбиения. Просто перестановка, говорите. Окей. Перестановка, пишите, пожалуйста, вот это. Два элемента. Ну, тут два в четверку идет, три в двойку, четыре в пятерку, пять в тройку. Ты про это? Да, именно это, да. Именно вот таким образом. А, я поняла, чего вы хотите. Да. Да, вот это. Пишите, пожалуйста, да. Один, четыре, два, пять, шесть. Это первый, да? Теперь второй. То же самое. Один, два, три, четыре, пять, шесть пишите. Потом вот этот набор элементов есть же у нас. Один, четыре, два, пять, три, шесть, да? Да. Вот это пишите произволным образом. Допустим, сначала три шесть. Сначала три шесть, допустим. Потом один, четыре, потом два, пять. Если считаем знаки, вот это двух перестановок, они одинаковые. Угу. Понятно. Вот это имеется ввиду вот в этом абзасте. Угу. But the sign of the permutation are equal. Вместе ввиду вот эти знаки одинаковые. Не очень было понятно, какие перестановки, что он имеет ввиду. Понятно? Да, сейчас понятно, да. Что их парами надо. Если вы хотите поставить, если хотите поставить два, пять, потом один, четыре, потом три, шесть, тоже будет одинаковые. Не имеет значения, вот эти три знаки есть, один, четыре, два, пять, три, шесть, десять. Каким образом поставим, они будут одинаковые. Да, понятно. Понятно. Только парами надо, да? Да, ну, не понятно было вообще, что это парами надо. Парами надо. Да, теперь понятно. Да, хорошо. Супер. Да, да. Отлично. Так, и еще один. Ну, то есть, обычный поленом определили, S-ки использовали, про утверждение сказали. Тут соотношение такое работает. Еще один поленом, стендард поленом, похож на предыдущий. Единственное, что мы вместо АЭстова, то есть можно сравнить предыдущий, следующий, вместо АЭстова мы используем, собственно, степень перестановки как коэффициент. Ну, и S пробегает по всем возможным перестановкам. И XS1 это все еще скобка. Ну, и лемма, которую мы про этот поленом доказываем, чтобы потом из него тождество получить, что он как-то антисимметричный. Ну, alternating. Я специально вот определение вставила, то есть, что если я переставлю любые два элемента в этой функции между собой, выделится знак. В общем виде понятно, что если я все элементы между собой переставляю, то выделяется знак перестановки. По-моему, у меня здесь есть доказательство. Да, оно просто не очень сложное, и поэтому я его вклеила. Собственно, мы докажем, что если у меня какие-то два элемента переходят в один, то весь этот многочлен обращается в ноль. Доказательство довольно простое, что если у меня есть блок из этих двух элементов 1, 2 в каком-то разбиении, ну, R я его здесь называю, то этот блок обнуляется, потому что у меня получается скобка от y к y. После замены x1 и x2 на y у меня получается скобка, которая зануляется, значит, и весь маном такого вида занулится. Допустим, что у меня есть какое-то разбиение S, которое содержит блок 1G и 2K, то есть 1 и 2 разбились между собой. Тогда существует дополнительное к нему разбиение T, которое содержит набор противоположный, 1K и 2G. Но все остальные блоки одинаковые. Понятно, что такая штука есть. Тогда вот такой маном, ну, не маном, как его назвать, слово такое, будет взаимодействовать с вот этим словом. И так как у них перестановки отличаются ровно на единицу, потому что все остальные у них такие же, кроме вот этих двоих. Вот этой пары и вот этой пары. И так как у нас все перестановки есть, то для каждого элемента найдется его пара, с которой он уничтожится. Давайте просто сформулируем хотя бы теорему, я не буду доказывать. Если B это порожденная коммутативная алгебра из M элементов, и если B это алгебра Пуассона, тогда в ней выполняется стандартное тождество. Ой, это индекс должен быть. Здесь уже ночная верстка была. Стандартное тождество для всех, для любой конструкции из 2К больше M, где M это количество элементов. Ну, если в двух словах, то из-за того, что у нас 2К больше M, то есть у нас не хватит элементов на то, чтобы в каком-то не было повторяющегося, то все они за нулятся, и поэтому это действительно будет равно нулю. То есть вот эта вот штука будет равна нулю. Вот. Вот в этом доказательство. Ну и, наконец, стандарт иденти, к которому мы шли. Если... Синяя, это теорема 3.1. Да. Ну, в теореме используется, что это ассоциативная алгебра. Потому что в предыдущие доклады или предпредыдущие доклады мы рассмотрели много тождества для фоасон-алгебры. Им просто надо выбрать конкретное тождество, чтобы объяснить эту теорему. Теорема, скорее, про конкретное тождество. Да, потому что у нас было вообще куча тождества. Правильно? Согласна, да. На всех, почти всех презентаций. Но это тождество, которое выполняется на, по сути, свободной алгебре по ассона. И структура-то у нас изначально никакая на эти элементы x1, тогда xn, не навешана. А мы строим вот этот огромный многочлен, и он работает как тождество, несмотря на то, что изначально соотношений у нас не было никаких. То есть x — это не векторное пространство, это ничего такого, это просто элементы и всё. И мы их можем так между собой взаимодействовать за счёт скобок, что у меня у нас получится прям ноль. Но оно просто очень... Оно огромное. То есть даже если у нас 3 или 4 элемента, у нас получается довольно много перестановок, и мы ни разу такое тождество раньше не использовали, потому что, мне кажется, просто необходимости не было. У нас были более какие-то структурно понятные и полезные вещи. А это работает везде, но огромное. Вот. Ну и, собственно, вот стендард-адентити, который расширяется на... То, чтобы... Мне на самом деле для построения вот этого стендард-адентити здесь нужно только... Что a — это коммутативная алгебра, и m — это a-модуль. То есть мне даже не нужно, чтобы m было алгеброй. Если я введу какую-то форму омига на m, билинейную, и в m в степени 2n, то есть m, взятое 2n раз, выберу переменную v, 2n-мерную, то можно будет составить вот такое вот тождество. Ну, такой вот на самом деле многочлен, который у нас будет вращаться в ноль. Так, ну это первое тождество. Есть еще одно. Иван, мне продолжать? Ну, закончим теорему. Теорему-то мы эту закончили. У нас начинается следующий блок, которое... Обычное тождество. Да, у меня следующий начинается. И потом его, и потом еще одна симпатическая алгебра, но, честно, я ее не готова сейчас нормально рассказывать. Она скорее так. Я ее читала, но я мало ее читала. Нужно больше. Ну, тогда в следующий раз хотя бы вот час продолжим этот час. Так, ладно. Ну, вот сейчас давайте поймем основную теорему. То есть, суть в том, что если есть поапасованная в алгебра с каким-то тождеством, то точно есть тождество конкретного, известного нам вида. Вот поймем эту теорему и на этом заканчиваем, а потом определим. Окей, хорошо. Собственно, тогда, если коротко и быстро... На самом деле, я считаю, что в этой статье самое важное это вот эта вот теорема. Хорошо, давайте... А я не могу попроще. Хорошо, тогда давайте попробуем. Я постараюсь не вдаваться в доказательства и просто дойти до туда. Если у нас есть какой-то многочлен F и есть две переменные x, y, которые не появляются в многочлене F, то если x появляется многочлене F, мы будем определять дифференци... Я не знаю, как это перевести. Derivation difference. Мы будем определять вот такое соотношение. Мы, собственно, это похожее соотношение видели в самом начале. Только там оно через скобки было записано, здесь оно записано через многочлен. А? Ну тут можно перевести, как... Разница дифференциальная разность. Да, да, да. То есть видно, что если здесь поставить равно, а здесь плюс, то мы получим, по сути, правило Лемница. Ну, близкое к нему. Вот. А мы просто все с минусом в одну сторону перенесли. Окей. Вот такую штуку определим. Да, это понятно. Вот. Да. И дальше, по сути говоря, мы эту мысль применяем к нашим определенным раньше скобкам, бракетирам, таким большим скобкам, которые между собой там все элементы связывают, и говорим, как она на нем действует. То есть мы сначала рассматриваем отдельно yz, говорим, что он разобьется в такую вот скобку, в эти суммы. Потом, вот видите, yz стоит в самом начале. То есть мы рассматриваем, что будет, если это первый элемент. Разбираемся с ним. Потом мы рассматриваем элемент x, который стоит между начальными переменами, которые мы не трогаем, конечными переменами, которые мы не трогаем. И говорим, что вот если x переводится в y, z, то как тогда сработает эта скобка, как она распишется? Она расписывается вот замечательно вот так. Здесь можно увидеть y по центру, z с краю, и y с краю, z на месте x. Собственно, это очень несложно доказывается. Это просто технические выкладки. Довольно часто это индукция по количеству элементов, стоящих спереди. Вот. Так. Дальше мы говорим, что если есть такая буква, то можно будет f расписать на эту букву отдельно и некоторый мультилиниер полином g, то есть f представить в виде скобки между этой буквой x и g. Просто что можно так представить. Так. Лемма интересная на самом деле. Но, по-моему, я тоже не вставляла доказательства. Если мы предположим, что f – это мультилинейный полином ли по буквам x1, так далее, и xn, и если f является дифференциалом ассоциативной алгебры по каждой букве, то степень полинома ровно вторая. Ну, точнее, не степень полинома, извиняюсь, не степень полинома, а количество переменных, то есть x1, x2 и всё. Больше никого. Ровно 2. Вот. Ну и две теоремы, вот эти я скажу, и всё. Если полином Пуассона, ну, точнее, полином Пуассона мультилинейный и является ассоциативным дифференцированием по каждой переменной, тогда он обычный. Обычный в плане, вот, customary мы определяли. Это стендарт. Вот, customary. Вот такой. То есть со всеми перестановками и... каким-то множителем. Вот. И уже после этого теорема 2.1, если B это алгебра Пуассона, и если B удовлетворяет полиномиал идентисти, я сейчас напомню, что это, то B удовлетворяет и customary идентисти. То есть связь между ними. Так. Полиномиал идентисти и customary идентисти, вот они были. То есть у полиномиал просто минус единица степени. Так. Я, видимо, тогда не дошла до этого, да? Ну, тогда, видимо... Вот это теорема имеется в виду, Иван? Но здесь очень много чего дополнительно надо определить, чтобы её правильно сказать. Потому что... Нет, я как раз говорил про теорема, что она только что была. Всё, хорошо. Это как раз важный такой момент. Он довольно простой, но он довольно важный. То есть фактически это же теорема, ну, как обычно полагается, если у нас есть результат для ассоциативных алгебр, мы пытаемся доказать что-нибудь похожее для ассоциативных. И вот это аналог очень известной теоремы из ассоциативных алгебр. Потому что, например, есть теорема, что если мы рассматриваем матрицы размеры n на n, то они удовлетворяют определённому типу сложности. Ну, типа стандартам эти сложности, да? И также для любой ассоциативной алгебры, если у него есть какое-то тождество, то есть результат, что есть определённый тип тождества, опять же стандартный, который при определённом n удовлетворяет. То есть по ассоциативных алгебрах тоже вот есть аналог. То есть мы чётко не знаем, какое именно это кастомариоидезы, потому что есть коэффициенты, типа там а, эти а маленькие, но, по крайней мере, примерно понятно, что, например, скобочная степень максимальная 2 и остальные все точечные произведения. То есть всё-таки одно дело, когда у тебя есть абстрактное тождество, а другое дело, когда ты понимаешь, что есть какое-то тождество вот такого вот вида. Да более того, у нас даже здесь не а уже, в теореме сказано, что это минус единички уже, то есть это степень транспозиции прям усвоит их, как я понимаю. Нет, это не в произвольном случае, это в каких-то частных случаях. А в общем, в случае для произвольной алгебрехлассов, коэффициенты неизвестны, да. Да, коэффициенты неизвестны. Вот так. В общем, я думаю, что это примерно понятно, потому что немного стало более, так сказать, ясно, но все, думаю, поняли, что немного отличается от привычной алгебры, да. Угу. Вот. Так что давайте определимся насчет дальнейшего развития событий. Следующая неделя желающие есть? Ну, я могу рассказать, но там все еще подняется. Захара, или как? Абророке? Прокурали им зафарда. Захар, следующий раз. Не знаю. Папро, еще не знаю. Я, но там, Кыбер, алады, да. Кыбер, алады, кыбал, чунке, бунды, зафарда, айнан, мащет, фуассан, 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 гел. Ага, это ко мне наверно вопрос, да, или к Ивану? Да, да, да. А какой вопрос? Продолжать будем? Симпалитические алгебры будем рассматривать? Продолжать будем или нет? Ну, вообще будем, да, и... Не, не, эту статью говоришь. Эту статью, да, имеется? Это у нас два, два это, продолжение данных, данного доклада, продолжение прошлого доклада. Павлоджан тоже один сделал, второй не сделал, он тоже. Ну, да, я предлагаю Кубажон на следующей неделе, а потом через неделю Ксения. У меня, кстати, еще одна статья есть. Я тогда эту, может быть, попробую дорассказать, что там осталось. Ну, там, конечно, жуткие симпликтические алгебры с этими их дифференцированиями. Ну, по крайней мере, основные результаты. И вторую статью могу начать рассказывать после Кубажона. И есть вариант, что Зафара можем попросить и вам. Ну, хорошо, ты с ним договорись, если, так сказать, у него время будет свободное, вот, поставим. Я думаю, любой докладчик ему освободит место без претензий. Только он докладывает на английском языке. Ну, главное, чтобы не на узбекском. Да, он на узбекском не может, да. На английском. Ну, хорошо, главное, чтобы не на узбекском. Мы согласны на английский, на португальский, на все согласны. Вот. Так, кто после Ксении по списку у нас? Там же остались еще? Кобел должен. Нет, ну, Кобел, Ксения, кто после Ксении это был назначен? После Ксении, Кобел? Мы договорились в прошлый раз. Нет, но Кобел, нет, там как бы Кобел, после Кобела Ксения, после Ксении кто по списку идет? У нас. По-моему, я. А вот Андрей, значит, Ксении по списку. Тогда вот, когда Кобел и Ксения закончат все свои статьи, тогда у нас вот будет новый докладчик, и будем слушать какие-то новые темы. Да, да. Вот. Значит, другой момент, который я хочу обсудить, вот с 11 июля предлагается перенести на понедельник, например, 2 или 3 часа по Ташкенту. Это нормально? С 11 июля. С 11 июля, да? Летом, да? Да, июль. На июль как-то можно? Юль у нас, наверное, семинар заканчивается, у нас в понедельник есть семинар. Да, аюбовский семинар есть в понедельник. Да, если заканчивается, июль, август можно как-то, но с сентября уже еще не можем. А в сентябре аюбов вернется в том же самое время? Да, это регулярный семинар это всегда будет. А во сколько он? 20. Ну, 20 по-ташкенту. По-ташкенту. А, ну и он час идет, да? Да, примерно. Ну, иногда час, иногда больше, иногда меньше. Ну, давайте тогда три часа назначим ориентирование. Адди!